Очень сильно за последнее время изменились приоритеты православной церкви. Я, собственно говоря, скорее, наверное, про нее и спрашивала, потому что хочется узнать о своей территории. Я могу предложить гипотезу, которая является достаточно бредовой и очень маловероятной. Но проблема заключается в том, что посетив этим летом довольно много православных храмов, но вот как-то я столкнулся с этой ситуацией. И у меня возникло ощущение, что я понял основу стратегии РПЦ в данный момент времени. Мне кажется, что эта стратегия заключается фактически в том, чтобы создать новые каналы между Землей и Небом. Ну, собственно, любая церковь является таким каналом, но, как легко понять, церкви бывают очень разные, очень разного качества. И бывает, что это действительно прямой и сильный нейролитический канал, прямое присутствие Бога. А бывает, что он только так формально отмечается. Так вот, у меня есть ощущение, что сейчас создаётся много сильных каналов прямого присутствия Бога на Земле. Это именно позиция РПЦ, ещё раз хочу подчеркнуть, для меня это наблюдение внешнее, я протестант, я не православный. Но я совершенно чётко вижу, что, с одной стороны, это очень серьёзная работа миссионерская, причём внутренняя миссионерская работа, с теми русскими и другими россиянами, нерусская импунация, которые не являются православными, с ними работают и работают хорошо. А второй момент, это именно создание новых каналов. За счёт, как всегда, за счёт искусства, за счёт музыки, она резко усилилась. Церковная и православная музыка, появляются и диски, и записи, и всё это идёт очень широко в мир. То есть, это тоже часть программы миссионерства. И новые иконы. Очень интересная ситуация, совсем новоделы, иконы вроде вот, ну, буквально последнего года. А на них, когда смотришь, ощущение, как от великих старых икон, которые во время войны, например, просто использовали на фронте, вернее, около фронта. Вот это вот ощущение тоже есть. Я даже как-то сказал в шутку, что где-нибудь лет через 700, экскурсоводы будут говорить, вот посмотрите, здесь же чудотворная икона 21 века. И все будут на это смотреть с преддыханием, все понимают, 21 век, ну вот, чудотворная икона. Это тоже новые росписи. Священники совершенно по-другому умеющие разговаривать с людьми. Ну, в какой-то мере, тут соглашусь точно, потому что поколение сменилось. Поколение сменилось, и оно стало другим. Да. И вот эту вот ситуацию со стороны РПЦ я довольно четко вижу. Опять же, как протестант, я внешний наблюдатель, но я скажу честно, мне значительно ближе то, что делает РПЦ, чем ситуация с национал-язычеством, которая к тому же местами доходит до чешских жертвоприношений. Да, понятно, что во многом это легенды и мифы, но давайте честно согласимся. Вот сейчас в этот миф я поверить в принципе могу, что у него есть основания. А еще лет 10 назад скажи мне кто-нибудь что-то такое про Украину, просто бы не поверил. А это означает, что какие-то основания появились. И вот тогда, да, если вы говорите про асимметричный ответ, а я со своей стороны говорю об элементе гражданской, даже религиозной войны в происходящем, то тогда, да, это попытка фазовой доминации. Трансцедентной фазовой доминации. Получится, не получится, у нас интереснейшая возможность. Европа сейчас, безусловно, бросит, ну, Европа и Штаты, в этот конфликт свое техническое превосходство. Это тоже фазовая доминация с другим знаком. Мы хотим с этим справиться при помощи трансцедентного превосходства. Вот и увидим, чей козырь в этом отношении сильнее. Правильно я понимаю, возвращая вас к вашим уже собственным терминам, что это другой вариант войны Аполлона. Когда мы говорили о войне Аполлона, о войне смыслов, мы все время подразумевали медиа, коммуникации, кто хорошо распределяет смыслы, коммуницирует. И здесь мы все время говорим, что мы проигрываем. А это какой-то другой вариант. Конечно. Это, конечно, другой вариант войны Аполлона, но, конечно, он другой, но он, с другой стороны, и первичный. Это ведь то, с чего начиналась история христианской церкви. Кстати, еще не разделен на западную и восточную, во времена поздней Римской империи и ранних темных веков. Когда именно это, собственно, и происходило. В Европе, потом позже в Скандинавии. То есть, да, примерно так это и есть. И когда-то, собственно, война Аполлона, она именно вокруг вот этой логики, этой стратегии выстраивалась. Мы даже тогда ее называли войной Христа. Но тут надо сказать, что святые отцы и православные, и протестантские в один голос сказали, что нельзя говорить о войне Христа. Христос – это любовь. Поэтому мы вернулись в ситуацию к Аполлону, тем более к Аресу и Афине. Это очень хорошо подходило с точки зрения соразмерности названий. Но, тем не менее, то, что первоначально называлось именно так, да, так и есть. Продолжение следует...